Всем привет с острова Тенерифе. Мы с Леной засиделись на карантине и решили начать новый проект. Пройти остров вокруг примерно за 20 дней. Начнем мы откуда? С Пуэрто до Сантьяго. Погнали! Это наша любимая с Леной дорожка. Она идет из нашего города, вдоль побережья и до самой Алкалы. Эти замечательные натуральные бассейны находятся около города Алкала. Три пляжа Плайла Хакита находятся в начале города Алкала. Вдалеке видно пятизвездочный отель Мелия. И еще один натуральный бассейн с шикарным видом на океан. На набережной поставили лавочки под зарядки. Можно сесть, подзарядить свои гаджеты от USB. А на крыше находится солнечная батарея. Все экологично. По-канарски. Это уже город Алкала. Я бы не назвал его туристическим местом. Здесь живут местные. Можно найти несколько хороших ресторанчиков. Мы уже прошли город Алкала. Проходим банановые плантации. Бухты с идеально прозрачной водой. Перед нами очень нужное здание. Это опреснительная станция. На Тенерифе пресной воды хватает не всем. Поэтому ее смешивают с опресненной. Следующий город по пути называется Сан-Хуан. Это Плайе-де-Сан-Хуан. Находится он прямо в порту. Купаться здесь надо рядом с лодками. Как-то не очень. Вторая часть пляжа Сан-Хуан уже выглядит получше. Он намного больше. Здесь своя бухта закрыта от волн. А это вид на пляж уже со смотровой площадки. Скульптура на смотровой площадке сделана в виде хвоста кита. Это разрушенная церковь. Находится недалеко от пляжа Сан-Хуан. Пройдете вдоль побережья минут 10 и внизу, около океана, вы ее найдете. Мы чуть-чуть не дошли до пляжа Обама. Кончилась тропинка, началась исчез. Теперь мы обходим его через банановые плантации. Вдалеке виднеется красненький Ридс Карлтон, отель Обама. Пятизвездочный отель со своим пляжем. Мы дошли до отеля Обама. К сожалению, он пока еще закрыт. Туристов нет. Но в другое время там можно вполне погулять и покупаться на пляже. Так как тропинки кончились, нам пришлось проехать 3 остановки на автобусе. Мы доехали до Марасуль. Это странное такое место, где стоит один большой дом. Куча апартаментов и есть немного таунхаусов. Кроме этого ничего нет. Теперь мы можем продолжить свой путь вдоль побережья. За горой показалось. Уже финальная точка. Вдалеке видно три здания. Это одно из них, хардброк отель. Город называется Каяух Сальвахи. А за ним уже идет Плая Параиса. Это наша конечная точка. Нам еще идти, идти, идти. Ребята классно отдыхают на лодке. Мы с Леной что-то заморачиваемся, ищем апартаменты, чтобы побольше было. Народ того не заморачивается. Поставил палаточку. Здесь поставил дом на колесах. И говна и палок сделали себе. Отличный дом. На первой линии, между прочим. Народ делает шашлычки. Кстати, май ведь на носу. Время шашлыков. Этот небольшой уютный пляж называется Плая де Ахаба. Он находится в Каляос Сальвахи. Вот и закончилась первая часть нашего маршрута вокруг острова. Она заканчивается в городе Каляос Сальвахи. Прошли мы сегодня около 18 километров. И сейчас со спокойной совести сядем на автобусе и уедем домой. Подскажите, я похож на синюю бороду? Доехать на автобусе у меня маска порвалась.